С сегодняшнего дня стартанули продажи тестовых пакетов по подключению к мобильному оператору торговой марки «Феникс». Это наш первый республиканский проект в области GSM-связи. Что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем по факту покрытие мобильной связи, равное ориентировочно 98% территории нашей ДНР. В количественном выражении это 345 базовых станций, которые на сегодняшний день успешно работают. Кроме того, нами восстановлена сеть домашнего интернета. И на сегодняшний день возможность возобновить пользование домашним интернетом получили в общей сложности больше 20 тысяч абонентов. Это такие города, как Донецк, Макеевка, Харцинск, Торец, Нижное, Шахтерск и даже частично полуразрушенная Горловка. Было также отмечено, что республиканский оператор связи «Феникс» на данный момент работает в тестовом режиме, чтобы проверить нагрузку на сеть с постепенным увеличением количества пользователей. Абонентам предоставлена возможность осуществления безлимитных звонков на территории Донецкой и Луганской народных республик совершенно бесплатно до конца тестового режима. Что касается правил продаж наших стартовых пакетов, было принято решение о том, что стартовые пакеты будут продаваться по предъявлению паспорта и кода того человека, который этот пакет приобретает. Также есть возможность приобретать стартовые пакеты для детей, начиная возрастом от 7 лет. То есть для этого достаточно ксерокопии паспорта, кода одного из родителей, плюс ксерокопия свидетельца о рождении ребенка. Абсолютно аналогичная система продажи действует на сегодняшний день в России. Приобрести стартовый пакет можно будет в почтовых отделениях государственного предприятия «Почта Донбасса». Стоимость стартового пакета «Феникс» составляет 60 гривен. Для того, чтобы люди понимали, где можно купить стартовые пакеты, информация будет сегодня размещена на сайте Министерства связи ДНР. Но в основном это будут основные центральные почтовые отделения либо городов, либо самые крупные почтовые отделения в районах. Анна Триксель, Геннадий Горбунов, Новороссия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова